Ситуация в Киргизии На мой взгляд, впервые за 20 лет после развала СССР мы имеем совершенно перед собой новые процессы, когда новые независимые государства, по сути, особенно в Средней Азии, начинают претерпевать сложные изменения, которые куда выльются, во что выльются, с какими последствиями, по сути, никто не может предсказать. И мне кажется, именно очень важно, вот не случайно, что события в Киргизии 11 июня начались как раз накануне Дня независимости бывшего, нашего Дня России, а по сути, 20-летие, ровно по сути, в день 20-летия подписания декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, той декларации, которая положила начало параду деклараций, там Украина, потом Молдова и так далее, по сути, развал СССР. То есть, у нас такой нам привет из того далека, страшного, трагического далека, новый привет. И мне кажется, не уловить этот симптом, не оценить его фундаментальное значение, представляется большой ошибкой. Мы либо получим расползающиеся, никому не нужные гигантские территории на той же Средней Азии, не только, может быть, в Киргизии, не дай бог, не только в Киргизии, либо мы на самом деле начнем пересборку постсоветского пространства и, по сути, создание новой большой страны. Поэтому, мне кажется, очень важно вдумываться в то, что происходит, спорить, безусловно, не соглашаться и иметь свою точку зрения, но не утеривать статус происходящего. Это первый. И второй момент. Мне кажется, уже просто для любого, даже не профессионала, тем более профессиональной аналитикой, очевидно, что мы имеем дело с идеально организованным хаосом. То есть, в данном случае перед нами блестяще подготовленная операция, осуществляемая хорошо подготовленными, по сути, профессиональными боевиками, которые используют все современные методы хаотизации ситуации, очень аккуратно, фактически действуя и разжигая все имеющиеся конфликты, в том числе, безусловно, и имеющиеся бытовые этнические противостояния. Хотя, сразу подчеркну, на мой взгляд, называть ту ситуацию, которая сложилась на юге Киргизии, межэтническим конфликтом принципиально неправильно. Это как раз то, куда нас подталкивают. Что мы имеем в виду в плане организации? Мы видим, первое, что существует группа людей, их минимум несколько сотен. Эти группы людей хорошо подготовлены. Второй момент. Эти люди умеют работать очень точно с идентификацией, идентичностью, и они, особенно в первых часах, днях конфликта, очень умело то выдавали себя за узбеков, то выдавали себя за киргизов. Соответственно, попадая в ситуацию, как перед ними киргизов, выдавая себя за узбеков, выкрикивая антикиргизские лозунги и так далее. То есть, это очень тонкая профессиональная работа, задача которой разжечь существующие какие-то бытовые, по сути, противоречия. Второй момент. Безусловно, работают снайперы. Снайперы последние 20 лет во всех локальных конфликтах, или микро даже конфликтах, являются свидетельством того, что операцию организовали по всем законам, так называемых нетрадиционных или нерегулярных войн. Поэтому это тоже профессионалы. Задача снайпера простая, помимо наведения ужаса, каждый раз уничтожать людей на той стороне, где как бы ослабевает сопротивление, ослабевает хаос, ослабевает напряжение. И тем самым разыгрывать негативные ситуации. Напомню, что отряд Альфа, который шел на штурм, которому был приказ штурм Белого дома 4 октября 1993 года, один из сотрудников Альфа был убит сзади. И буквально под очень узкое пространство между шлемом и между бронежилетом. То есть в этом смысле работала четко какая-то система, какая-то группа, которой важно было спровоцировать максимальную жестокость и максимальные последствия. Третий момент. Мы видим использование техники, в том числе даже по некоторым сведениям, даже вертолета. То есть в этом смысле опять это все так просто не делается. Даже та же горючка, которую нужно достать, она должна быть подготовлена, где-то складирована. Ну, помимо того, что должны быть пилоты и так далее, и тому подобное. Четвертый момент. Мы видим достаточно интересную работу по инициации слухов. Вот как отмечают западные аналитики и корреспонденты, наиболее такие чувствительные, аналитические, тонкие. Они говорят, что всей ситуацией первые дни просто правили слухи. И в отсутствие организованной информационной кампании со стороны временного правительства и зарубежных СМИ, по сути не было такой кампании, то эти слухи, они выполняли функцию, опять же, негативную, но очень эффективную воздействие на сознание людей. Поэтому, мне кажется, все разговоры о том, что возникли какие-то стихийные события, о том, что вот люди где-то поссорились, не сумели себя удержать, но они не имеют отношения к делу. Перед нами факт нерегулярной войны, которую ведет одна из политических группировок. Я не могу кого-либо обвинять, я не расследовал эту ситуацию, у меня нет судебных заключений, но мне представляется, что все-таки упреки, а даже иногда обвинения в сторону Бакиева и его родственников, они оправданы в том плане, что, к сожалению, господин Бакиев, находясь в Минске, делая различного заявления, которые, безусловно, показывают его такой самой интересной, самой гуманной стороны и так далее, но он не сказал, главное, он не сказал двух вещей. Первое, что я окончательно, например, слагаю в себя полномочия президента, потому что так ситуация осталась неясной. То он подписывал отречение и просьба выпустить его из страны, потом он заявил о том, что это было под давлением и что это не отречение, потом он нашел приют в Минске, и, по сути, его статус, его неопределенность, его статуса, который он культивирует, она является сама по себе важнейшим фактором конфликта. И, наконец, момент, что, к сожалению, господин Бакиев не призвал своих родственников сторонников четко и явно с обозначением ответственности, если вдруг окажется факт их вмешательства. Мне кажется, это тоже неправильно. Поэтому сейчас, несмотря на то, что, слава Богу, слава Богу, что мы видим некое затухание, по крайней мере, вот такой наиболее брутальной части конфликта, я думаю, нас не должно это дезориентировать. Мы должны понимать, что это только начало. И не хотелось бы быть таким злым пророком и говорить страшные и плохие вещи, но не предпринимать здесь активные действия с российской стороны принципиально неправильно. Я лично считаю, что очень важный упущен момент. Пока ситуация была горячей, нужно было, безусловно, вводить миротворческие силы, именно российские. Тем более, что был конкретный призыв президента временного переходного периода, госпожи Тунбаевой. Но в любом случае нужно такие силы формировать. И акцент в этих силах должен быть сделан на созидательные подразделения. То есть на хозяйственные, на гуманитарные, на восстановительные реконструкции, если так говорить западным языком. И уже военные, собственно, силы, она должна обеспечивать охрану, защиту как этих созидательных сил, так и гражданского населения.